Девчонки, всем привет! Вышла я сейчас в сад пофотографировать мой текущий процесс от Ланарта, который я сейчас вышиваю. Вышиваю его на спор, кто быстрее. С девушкой из инстаграма. Ее зовут Лена Петренко. И вот мы с ней устроили такой баттл вышивальный, кто быстрее вышьет вот этот сюжет. Ну и немножечко закадровых съемок. Как у меня происходит вообще фотографии моих процессов или уже готовых работ. Не могу не поделиться. К сожалению, не могу с вами поделиться этим запахом сирени, который стоит здесь. Этот аромат просто необыкновенный. И хотела немножечко поделиться своими мыслями. Я сейчас вот в процессе. Немножечко мне тут осталось. Бэк буквально тут чуть-чуть. Ну и несколько может быть тут пропущенных крестиков надо будет посмотреть повнимательнее. Но что я вам хотела сказать. Посмотрите, вот вышиваю вот такой сейчас процесс. У меня нет набора. Есть только схема. Эти наборы уже давно не вышиваются. Вернее, давно уже не выпускаются. И купить этот набор очень сложно. Ну а если можно, то ну, вы сами понимаете, сколько они стоят. Поэтому меня угостили этой схемкой. За что огромное спасибо. Тоже Лене. Вот вышиваю. Значит, это серия Ланарта, Нью Романтикс мини-сюжеты. Ну, как вы видите на картинке Тепиаре в горшке, да, в виде петушка. Вот. И мысли у меня такие о том, что почему мы сейчас эти сюжеты не вышиваем. И лежат они сейчас где-то и в наших запасах, и в чуланах, и на чердаках зарубежных наших коллег-вышивальщиц. И очень мало я вижу таких процессов или таких отшивок. Хотя очень жаль. Потому что на тот момент вот этот наборчик по-моему, 90-го года. Да, он очень красивый. Очень нежные такие цвета ниточек. И сюжет сам просто наимилейший. Сейчас уже такие сюжеты ни один производитель из незнакомых не выпускает. Есть, конечно, куча очень красивых сюжетов, дизайнов. Но именно вот такой нежности, как у Ланарта, ну, пожалуй, нигде не увидишь. Вот. Вышивается тоже. Это просто. Схема довольно-таки у них простая. Ну, и к чему я это говорю? К тому, что если у вас где-то в запасах хранится какая-то такая схема, или вы когда-то хотели вышивать и отложили, пожалуйста, девчонки, не давайте ей пропасть в глубине этих наших запасов. Вышивайте. Вышивайте, показывайте, делитесь. Потому что это действительно это такие, знаете, рукодельные шедевры. Если мы с вами не будем их вышивать, поверьте, они просто канут лету. Вот. Поэтому вышивайте, не бойтесь. Если есть наборы, то вы вообще просто счастливец. Ну, а если у вас наборов нет, а есть только там, может быть, схема где-то, или там каким-то путем добытый, или, может быть, вас чем-то угостили, или у вас какие-то остатки есть наборов, которыми тоже вас угостили, вышивайте и пробуйте. Поверьте, вам очень понравится результат вот этих вот миленьких сюжетов. То, что мне удалось где-то найти, я, конечно, хочу вышить все. Сейчас вот у Лены в группе в Instagram XTitch Avenue проходит совместник Ланарта 2019. Мы вышиваем Ланарта сюжеты. Много есть раритетных наборов, раритетных таких дизайнов, и вы знаете, любаться ими одно удовольствие. Заходите, пожалуйста, посмотрите. Ну, на этом все. Пока. Наконец-то этот исторический момент настал. Я возьмусь и буду пришивать бисер к своему яркому, прекрасному процессу от Mill Hill, который вышивается на льне. Очень долго не могла я выбрать время для того, чтобы засесть за бисер и посидеть, когда светло, когда меня никто не будет отвлекать. И вот сегодня пятница, чуть-чуть нас отпустили пораньше, и поэтому я бегом побежала, чтобы засесть за этот процесс. Ну, здесь вот перед вами обложечка, да, в принципе, тут немножечко пришивать. это на бабочках бисер будет немножко и на самих тюльпанчиках. А, и в рамочке, кажется, немножко. Вот, но сейчас быстрее найду, начну колдовать над этим тазиком сначала, да, вот здесь вот эти бабочки и вот эти тюльпанчики. Процесс, конечно, замечательный и яркий такой, солнечный. Ладно, девочки, не буду отвлекаться. Увидимся очень скоро. Девочки, я решила, вот сейчас сижу, пришиваю бисер, ну, и решила с вами немножко пришивать и поболтать на эту тему, на тему бисера. Ну, вдруг кому-то будет это интересно, может быть, тем, кто любит вообще Милхилл. Давайте сейчас буду вышивать, ну, и немножечко делить своими впечатлениями, да. Значит, стала сейчас пришивать эти бисеринки. Сейчас у нас берется фиолетовая ниточка и пришивается тут буквально вот по несколько бисеринок в каждой бабочке. Они такого, знаете, прозрачного фиолетового цвета. Ну, интересный такой цвет, мне нравится. Вот, хотела взять сначала блюдечко, у меня есть такое зелененькое, но, вы знаете, цвета в нем не так хорошо видны. Давайте я им даже покажу. Вот у меня такое блюдечко. Вот оно. И я вот вам сейчас показала это зеленое блюдечко, да, на котором не видно вот эти оттенки. Получается светло-голубой, светло-фиолетовый. Их очень плохо видно здесь. Ну, можно, конечно, различить, но зачем напрягаться. И поэтому я вот взяла сейчас блюдечко беленькое, такое детское. привет из советского детства. Я думаю, у многих девчонок был такой именно сервиз. Вот, слава богу, у меня он сохранился. Ну, не весь целиком, конечно, но вот блюдечко есть, есть, по-моему, чайничек еще. И вот на белом очень хорошо видны эти цвета, да, которые не очень хорошо различимы. Конечно, тут, знаете, фиолетовый оттенок это петит бисера, да, то есть он мелкий, такой меленький. И, ну, по размеру можно отличить, но на зеленом фоне все-таки все равно это сливается и не так хорошо видно. Поэтому, если будете вот такой бисер, да, вышивать, имейте это в виду. Значит, мелкий петит пришивается тут крестом. Но, в основном везде тогда, что петит мелкий пришивается крестиком. Ну, во-первых, это делает работу немножко аккуратнее. В каком плане? В том, что бисеринки, они встают редком, то есть они друг к дружку прижимают, они такие ровненькие, она не под наклоном, сама бисеринка. И, если у вас, допустим, какой-то рисунок такой графичный, то есть, либо это узоры, либо, ну, как сказать, какая-то четкая такая геометрия, тогда, конечно, петит, он важен. А если не обязательно, да, такое вот условие, оно не столь важно, то, конечно, можно пришивать и полукрестом. Но большие бисеринки в основном всегда пришиваются полукрестом и они ложатся под наклоном. Вот, имейте это в виду. Вот, в данном случае крестом. Мне нравится еще на льне пришивать вот эти вот, вот этот бисер. Тут не то я, сейчас я секундочку, прям посмотрю по схеме, что там. На льне или на ткани почему удобно пришивать бисер? Даже не то, что удобно, он ложится, знаете, в такие небольшие ямочки, потому что ткани, ну, сама по себе, естественно, она мягкая и бисеринки как укладываются, да, на ровную поверхность, которая немножечко такая, ну, деформируется под саму бисеринку, то есть так, как надо ложиться. Вот. Пришиваю я все очень медленно. У меня вообще скорость вышивания очень маленькая. Как-то мы с подружкой вышивали, она, ну, она правда, знаете, как пришивает, метод у нее два прокола и всегда на руках, то есть пяльцы она редко использует и, конечно, ее скорость с моей скоростью вообще несравнима. А бисер, вы знаете, я вообще не люблю быстро вышивать. Не знаю, мне нравится этот процесс, он такой все-таки медитативный, может быть, кто-то со мной согласится, и поэтому я люблю, я кайфую, когда я... Ну, как вы видите, бабочки мои готовы. Пришила я тут по паре бисеринок, ну, не по паре, конечно, где-то 6-7 бисеринок тут получается на каждой бабочке, и бэк сделан усиками. Есть такие усики у бабочек, и прорисовываются эти усики бэком. Вот, ну, как вы видите, тазик сразу, конечно, обретает другие черты, да, он уже более такой яркий получается, и, ну, сам рисунок бабочек, так как виден, тазик, конечно, с настроением, с веселым таким настроением, то есть он еще больше подчеркивает яркость этих тюльпанов. Теперь у меня в работу пойдут тюльпанчики, вот здесь вот, если вы видите по несколько, тут тоже свободных окошечек, это куда будет пришиваться бисер, он такого не бордового цвета, а какого-то, знаете, даже я бы сказала, темно-морковного цвета, сейчас возьмусь за него, а дальше пойдет вот эта вот рамочка, ну, и покажу вам, что получилось, обязательно поделюсь с вами. Девчонки, всем привет, вышла сейчас на улицу повышевать наконец мой процесс от Лебенура Дедамс, это конфитюр, посмотрела я видео, то, которое я сняла про свои текущие процессы и поняла, что я про него просто забыла и его забросила, вот, но вышить надо, потому что все-таки он очень красивый, вот вчера его решила продолжить, смотрите, как он красивый на солнышке, как играет, вчера его решила продолжить и расправилась с одной баночкой абрикосовой, получился очень вкусненько, сейчас я вам покажу, но вопрос у меня другой, помогите мне, смотрите, здесь наверху, на рамочке, здесь вот вышит английскими, да, словами, ну, я не знаю, написано тут конфитюр, мезон, персик, в общем, я не буду переводить, потому что я английский не знаю, не учила и вообще ничего не понимаю, вот, и для меня вот вышить просто так какие-то буквы, какие-то слова, это как-то немножко глупо, вот, и даже если он у меня будет висеть дома, никто, я думаю, этого не оценит, моих вот этих вот английских завитулик, вот, и, ну, плюс я очень люблю русский язык, поэтому очень много есть красивых таких слов замечательных, которые можно сюда, наверное, применить, но я думаю, вот смотрите, если рамки не будет совсем, будет очень просто, потому что эта рамка создает все-таки такой вот завершающий штрих, то есть получается, как будто, знаете, такие небольшие кружева из букв, да, и я вот думаю, если я заменю это какими-то, может быть, ну, подобие кружев или оборок, или может быть просто какой-то графичный рисунок, как вы считаете, и может быть, вы мне что-то можете предложить, будет очень приятно послушать ваше мнение и жду очень от вас подсказки, извиняюсь, что разговариваю тихо, просто собака рядышком, и если я буду сейчас громко разговаривать, она будет также громко орать, вот, давайте я вам покажу, что сейчас получается, чтобы вы тоже это видели, вот что сейчас, смотрите, сейчас на солнышке немножко, вот такая вот красота, выходит, да, получается, две баночки вышиты, край уже тоже вышит, ну, вот, движемся в нужном направлении, надеюсь, сегодня получится еще мне дошить, вот, жду от вас предложений, и еще обратите внимание, что канва у меня здесь, видите, вот в клеточку, тоже надо, конечно, что-то будет думать с этим, то есть не все, наверное, рамочки еще пойдут, вот, ну, жду, что вы скажете мне, пока. На закатном летнем солнышке вышла в сад повышевать свой новый процесс, это улей от Милхил, не знаю, как переводится, название без КВА, видите, вот здесь вот внизу написано, кто знает точное определение, скажите мне, чтобы я как-то по-русски это обозначала, вот, тут, значит, четыре улья, все они разные, интересные, и хорошо зашла в группу свою, Милхил компания, и обратил внимание, что этот набор вышивали другие девочки, Ульяна Смолянинова вышивала ее, Ирина Архипова тоже вышивала его, Настя Котова, девчонки, привет, если кто-то меня смотрит, и видела их замечание про то, что ошибка есть в ключе в этой схеме, спасибо, что делитесь этим, буду брать на заметку, и вот, как я поняла, там какие-то цвета перепутаны, поэтому теперь буду придумать, куда вот крепить эту обложку, чтобы по ней сравнивать, и смотреть, что же мне, и где тут мне не ошибиться, так как я и без этого всегда везде ошибаюсь, а тут еще и такая вот незадача, ну так, ниточки разобрала, ниточки вроде бы не сложные, вот, разобрать получилось, у меня, кстати, разбиралась, сейчас смотрела новое видео от Саши Ковалевой, давно ее не было видно, Сашуль, тебе огромный привет, очень мне твое видео понравилось, ты, конечно, вообще такая молочинка, если ты сейчас еще будешь такие схемы рисовать, то все побегут к тебе, интересно у тебя получилось, мне очень нравится, и нравится, что в твоей схеме есть смысл, смысл того, что из детства знаете, есть любимые такие сюжеты, любимые стихотворения, и хорошо, что ты хочешь это запечатлеть на всю жизнь, запомнить, еще как-то это обыграть, это очень здорово, мне это очень нравится, ты молодец, большая, умница просто, вот, ну а я вернусь к своим ульям, буду теперь думать, как мне крепить схему еще, вернее, не схему, а обложку, чтобы по ней ориентироваться, и у меня случилась такая беда, беда огорчения, высох мой любимый термомаркер, девчонки, вы не знаете, его вообще можно как-то заправить, или это уже бесполезно, вот, 1, 2, 3, 4, 5, будем процессы разбирать, разобрала процессы, слушаем дождик, девочки, я надеюсь, вам понравился такой формат видео, напишите мне, пожалуйста, если вам было это интересно, и вышивальный компот, тогда я буду продолжать снимать для вас, а сейчас до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok